Отрезаны от центра в село Костырино под Керчью. Третий месяц не заезжают автобусы. Почему транспортное сообщение прервалось? Будет ли оно возобновлено? И как сельчане справляются с проблемой сейчас? В сюжете Кристины Красюк. Село Костырино расположено на юго-востоке полуострова. Численность небольшая, всего 20 человек. Связь с другими населенными пунктами зависит от работы общественного транспорта. Из Костырино в Керчь ведет одна дорога. Расстояние от населенного пункта до города 20 километров. Сейчас сельчане добираются до нужного места на попутках и такси. Однако такие поездки может позволить себе не каждый. Единственный автобус перестал заезжать в поселок в конце прошлого года. Анатолий Бородин вместе с супругой уже на пенсии. Выезжают в город только по острой необходимости. Чтобы поехать в поликлинику, мне надо нанять машину. Он меня за 200 рублей вывезет на Заветнинский автобус. А потом я назад буду возвращаться еще за 200. Вот это езжу в поликлинику и один раз на рынок. Мы ездим с семьей, тоже нанимаем машину. С трудностями столкнулись и в психоневрологическом диспансере, где на лечении находится 100 человек с разными диагнозами. Чтобы попасть на работу вовремя, сотрудники медучреждения скидываются деньгами. Нужно оплачивать услуги частного перевозчика. Добираемся кто как может. Вот завтра нам, вот нас 4-5 человек с города, нам завтра уехать не на чем. Бывает вот на смену один человек, у кого есть транспорт, а нас допустим 6 человек в смену. Прежний перевозчик отказался выходить на маршрут, посчитал экономически нецелесообразным. Спустя три месяца в профильном министерстве заключили договор на перевозку пассажиров с ленинским автотранспортным предприятием. С пятницы у нас выходит один автобус на рейс, он будет ходить два раза в день. Это очень удобно для жителей, удобно для работников. Вопрос транспортной доступности решают и в других селах Ленинского района. Новые автобусы марки «Лиаз» приозерное пустили месяц назад. Автобусы вообще очень удобные автобусы, комфортабельные, все нормально, все замечательно. Всего по поручению главы Крыма на пригородные рейсы с начала февраля вышли 15 современных машин. Они курсируют сразу в нескольких направлениях. В Багерово, Горностаевку, Чистополье, Бондаренково, Приозерное, Войково и Заветное. Кристина Красюк, Александр Коваль, Новости 24, Ленинский район.